Когда кинофестиваль идет к тем, кто не может прийти к нему. Сегодня в рамках программы «Восток-Запад» конкурсное кино показали в исправительной колонии номер 8. Больше полутора часов арестанты смотрели социальную драму «Рядом с нами». Так называемый фильм предупреждения об экстремизме, сектах и вере истинной, посвященной всем жертвам терактов. Его по заказу МВД создал протеерей Александр Новопашин, который специально приехал на премьеру из Новосибирска. Нашло ли кино своего зрителя? На кинопоказ за колючей проволокой отправилась Екатерина Киселева. В актовом зале колонии номер 8 сегодня собрались больше 140 зрителей. Зрители, которые не могут пойти в кино сами, потому решили, что кино придет к ним. Кино остро-социальное и глубоко драматическое. Несмотря на то, что сегодня показ не премьерный, автор картины за реакцию этой публики волновался даже чуть больше обычного. Показать свое детище именно заключенным протеерей Александр Новопашин решил потому, что кино для него это прежде всего площадка для проповеди. Он и сюда приехал для непростого диалога. Об экстремизме и терроризме, о преступном равнодушии, об истинной вере и о том, как легко поверить не в то, не тем. Эту картину Новопашин снял по заказу МВД. Все известные и неизвестные актеры принимали в ней участие бесплатно, по велению сердца, так сказать. Отцу Александру не пришлось маяться над сценарием. Он два десятка лет возвращает адептов в сект в нормальной жизни и очень хорошо знает, как и ради чего манипулирует людским сознанием. За 20 лет нам удалось вытащить более 2000 человек из разных сем. Выходя оттуда, они рассказывали, что там происходит. Поэтому недостатка в материале не было. Есть люди, посланники, для которых вечность не пустой звук. Это не религия. Это истина. По сценарию девушка русская и чистая, с непростой судьбой и психологической травмой с детства влюбляется в молодого человека, который вовлекает ее в секту террористов-смертников. Когда съемки картины были в разгаре, в СМИ как раз сообщили о попытке побега в Сирию москвички Варвары Карауловой, неожиданно принявшей ислам и завербованной боевиками. Автор сценарию уверяет, это не совпадение. Обнародованный случай – лишь видимая вершина айсберга. Мне хотелось показать формы манипуляции сознанием человека, который попадает в такую структуру ситтанскую. Как его ломают психологически, как изменяют его сознание, как коверкают его внутренний мир. Публика, которая давно забыла, когда в последний раз смотрела кино, на картину и ее главную тему реагировала по-разному. Много, что я понял с ним для себя. Вовремя, как девушка, одумалась, что услышала о Боге. Я не сталкивался с этим никогда, но после этого фильма, по крайней мере, в этой жизни, наверное, не случится того, чтобы я куда-то попаду в эту секту. Но если в себе они были уверены, то вот о своих детях, а они здесь есть почти у каждого, задумались крепко. Реально нужно со своими детьми сейчас будет смотреть гораздо, ну, с каждым годом все больше и больше. Тяжелее и тяжелее становится. А у вас не спутите? У меня одна дочь. В целом же тема веры истинной тронула заключенных куда больше, чем история о сектах и терроризме. Помоги тебе, Господи. Вот Евгений признался, что только она, вера, спасает его сейчас. Мне помогает. Может быть, я сам себя настраиваю, что мне это помогает. Самовнушение, но мне помогает. Внимательно слушали, когда я к ним обращался своим словом после показа фильма. Во-вторых, были вопросы. И это уже показатель, что фильм зацепил и тема им интересна. Вот этого отклика я и ждал. Кстати, фильм «Рядом с нами» на Шукшинском кинофестивале получил приз как самое совестливое и душевное кино. Теперь у картины есть шансы забрать в Новосибирск и Сарматского льва. Екатерина Киселева, Вадим Доминов. Наше время.